Друзья, всем привет! Сегодня у нас мойка кузова, мойка автомобиля. Вот в таком состоянии находится машина. Она не сильно грязная. Вот на ней находится самая простая обычная дорожная грязь. Вот в таком состоянии колеса. То есть машина грязная, но я бы не сказал, что она очень грязная. Мыть будем с помощью первая фаза. Это щелочной шампунь Leraton Z2. Производитель рекомендует его концентрировать, то есть его разбавлять в концентрации 1 к 40 до 1 к 70. Мы разбавим 1 к 50, то есть на 50 мл шампуня добавим 2,5 литра воды. Вот так как шампунь щелочной, я бы не советовал увеличивать концентрацию выше, чем концентрация заявлена произведением. То есть выше, чем 1 к 40. И второй фазой будет у нас Leraton S1. Это быстрый кварц, кварц мастер. То есть это защитное покрытие для кузова. Вот, я думаю, что он и как детейлинг спрей подойдет. Но в основном это жидкая защита. Вот, вы увидите дальше в видео, как она работает. То есть на основе каких-то полимеров. Итак, и на третью фазу мы возьмем, точнее на колеса мы возьмем Sonax Plastic Care, Экстерьер, Интерьер, Детейлер. Это так называемая пропитка, консерватор пластика, резины. Вот, на моторном отсеке его можно. Вот, сейчас мы нанесли на колеса Leraton Z1. И следующим этапом будем наносить уже на кузов. То есть на колесах пару минут. У меня самый простой распылитель, вот, купленный в обычном магазине. Сделал я его немножко пенным. Он дает вот такую эмульсию. То есть посмотрел в интернете и с помощью губки вырезал вспенивающий элемент от губки. И в шлангочке, которая подает сам раствор, сделал маленькую дырку. И вот такая вот эмульсия получается. Вот я обработал уже весь автомобиль. Двух с половиной литров состава воды разбавленной с Leraton Z2. Достаточно, чтобы обработать полностью всю машину несколько раз. Главное не давать ему подсыхать. Leraton Z2 пахнет вишней. Легкий-легкий аромат, ненавязчивый. Щелочью не пахнет так, чтобы дыхание закладывало в целом нормально. Начинаем мойку снизу вверх. До этого на предыдущей мойке автомобиль уже был покрыт Leraton S1, этим быстрым кварцем. И сейчас я вижу, что мне машину мыть легко. То есть после предыдущего нанесения машина моется легче. Подается мойке. Плюс я думаю, что на ней есть какая-то защита. Насчет гидрофоба давайте посмотрим. Что касается гидрофоба на кузове. Он средний. Но я думаю, он мог бы быть лучше только потому, что кузов не обработан и ничем не почищен. То есть он не чистился от металлических вкраплений, от налетов. Кузов какой есть, такой есть. Машина через раз, через два моется двухфазной мойкой. На стеклах видно гидрофоб очень хорош. То есть вот гидрофоб, вода сползает, слетает. Leraton S1 также был нанесен и на стекла. На кузове он меньше. Намного меньше. Но я уверен, что если машину почистить от всех загрязнений, от пятен, от налетов, от металлических вкраплений, то гидрофоб будет намного лучше. Вот еще раз, на стеклах гидрофоб очень хороший. Итак, я помыл машину. Я всем настоятельно рекомендую мыть машину всегда в две фазы. Я сегодня помыл ее неправильно в одну фазу. Только для того, чтобы посмотреть, как работает быстрый кварц Leraton S1. В две фазы машина отмывается хорошо. Вся статическая грязь. Вот давайте мы сейчас посмотрим, осталась ли статика после мойки в одну фазу. То есть как большинство из нас, как 99% людей помыли обычным шампунем, смыли водой, вытерли и поехали. Щелочи-то липкая среда, она остается на кузове и притягивает к себе всякую грязь. То есть машина грязнится быстрее, если помыть ее в одну фазу. Если же помыть вот в две фазы, то будет намного чище, намного лучше. Вот, сегодня мы помыли в одну. Давайте посмотрим, насколько грязным остался кузов. Статическая грязь. Вот, сейчас мы возьмем чистую салфетку, чистая салфетка, и протрем вот по нижней части двери. Видно, что салфетка сразу сдала грязной. То есть статика, грязь мелкая, близко-близко к кузову все-таки сидит. И в одну фазу ее сбить практически невозможно. Вот, но сегодня суть в другом. Мы проверим, как работает Leraton S1. Сейчас я высушу кузов полностью микрофиброй Dry Monster синего цвета. Если сразу сказать, то мне не хватает ее, чтобы прочистить весь кузов. Но сегодня, сейчас посмотрим на работу Leraton S1. То есть на капоте осталась статика, это прекрасно видно. Вам на камеру, скорее всего, видно не будет. Но статическая грязь, которая была на салфетке, она осталась. Берем Leraton S1, распыляем. Берем микрофибровое полотенце, разносим по поверхности. Сразу же появляется очень хорошая гладкость на кузове. И состав Leraton S1 очень-очень сильно хорошо убирает статическое загрязнение. То есть на кузове мелкая-мелкая грязь, мелкая пыль, близко сидящая, она убирается. Поверхность очень гладкая. Ну, мы разносим по поверхности. И следующим этапом берем микрофибровое полотенце, плюшевое. Вот. И мы разнесем. Сейчас мы взяли полотенце желтого цвета, плюшевое. И аккуратно разносим. Разносим. И все, поверхность уже обработана, поверхность готова. Вы увидите, какую защиту он делает для вашей машины. Следующий момент, который я заметил по Leraton S1, это то, что он хорошо убирает битумные пятна. Скорее всего, в составе есть какие-то растворители. Вот я нанес. Буквально 15-20 секунд, пока я возьму фибру, пройдет. И мы видим, что битумное пятно уже начинает подтекать. То есть он его растворяет. Скорее всего, эти растворители служат для того, чтобы состав находился в жидком виде. В самой бутылке. Но после нанесения на кузов он испаряется. Поляризация происходит. Вот. Он кристаллизуется. И посмотрим, какой он будет дальше. Вы увидите, что станет вот с этой вот синей микрофиброй, которую я обработал на всю машину. Его наносить нужно очень тонко. Достаточно всего лишь там 7-10 пшиков на всю машину. То есть на один элемент по пшику, грубо говоря. Вот тоже битумное пятно. Оно не оттирается. Буквально нужно подождать 10-15 секунд. И оно с легкостью убирается. То есть это достаточно универсальное средство для кузова вашего автомобиля. Итак, следующий момент. Смотрите. Сейчас вот я полностью высушил машину и нанес Leraton S1. Нет никакой статической грязи. Он полностью прекрасно все это убирает. Отлично. Вот такой вот блеск. Я нанес полностью на всю машину. На кузов, на пластик, на стекла, на фары. Все обработал, кроме колес. И вот такой вот блеск получается. Нет никаких разводов. Поверхность очень гладкая. Очень гладкая, очень приятная. Никаких шероховатостей нет. Давайте не будем в этом видео обращать внимание на колеса. Я их просто ужасно, отвратительно помыл. Арки грязные, сами колеса все в налете. То есть давайте колеса мы в расчет брать не будем. Их нужно мыть отдельно, щетками чистить. Этим я в этом видео не занимался. И вот это самая микрофибра, которой я обработал весь кузов. Хотел ее помыть с водой, с простой. И вот что получилось. Она, видимо, полимеризовалась уже. И смотрите, что происходит. Она очень жирная, очень жирная. То есть какие-то силиконы, какие-то полимеры в ней содержатся. Я сейчас попробую выжать. И посмотрите, что на моих руках. То есть вот это вот остается на вашем кузове. И 100% играет какую-то защитную роль. То есть от реагентов, от химии. На несколько моек, я думаю, это будет защищать 100%. Очень жирный, как будто борсучий или гусиный жир какой-то. Ну то есть саму микрофибру после применения выбросить. Нужно либо салфетками располировать, либо вот выбрасывать каждый раз микрофибру. Вот так машина выглядит под искусственным светом, под лампами. Очень хороший блеск. Она достаточно хорошо отражает. Автомобиль пробегом 40 тысяч километров. Ни разу не полировался. На нем не было, не нанесено никаких покрытий. Ни восков, ни силантов. Единственное, что я наносил вот Лератон С6. Быстрый кварц, который сбивается водой. Вот под другим углом. Посмотрите, как хорошо капот, крылья отражают искусственный свет. То есть машина очень хорошо, очень сильно блестит. Прекрасный вид у нее. Вот, сами зацените. Смотрите, как она выглядит после Лератон С1. Я думаю, что его можно применять каждую вторую, каждую третью мойку. И эффект будет от него достаточно хорошо держаться. Очень достаточно экономичное средство. Еще раз, нужно там буквально 7-10 пшиков на всю машину. И давайте нанесем Sonox Plastic Care на колеса. Я думаю, что он работать не будет. Посмотрим, как все будет на самом деле. Потому что колеса очень грязные. Вот ради эксперимента просто нанесем. Конечно, чтобы любая пропитка, любой консерватор держался, нужно идеально очистить колеса щеткой, обезжирить их и нанести уже пропитку. Тогда они будут держаться хорошо. Но сейчас вот ради эксперимента посмотрим, как ляжет Sonox. Ложится он достаточно хорошо, ровно распределяется. Но как будет он держаться и сколько будет держаться, нужно будет это все посмотреть. У меня уже есть видео про Sonox, как панели пластиковые он делает другого цвета. Ну, то есть насыщает цветом. Достаточно неплохая пропитка. У меня мало опыта в использовании этих пропиток. Но вот то, что есть, о том и рассказываю. Но давайте еще раз договоримся, колеса мы в расчет с вами не берем. Вот так выглядит лобовое стекло. Абсолютно совершенно чистое. На нем нет никаких разводов. Знаете, когда щетки трут, от них остается след. А по бокам вот такие полосочки в виде грязи. Даже после мойки не всегда они убираются. Вот так машина выглядит при дневном свете. Совершенно прекрасно. Она как леденец. То есть на улице достаточно пасмурно, не солнечная погода. А машина выглядит вот таким образом. То есть очень хороший блеск, стеклянность. Еще раз говорю, давайте колеса в расчет брать не будем. Вот Sonox. Лег он недостаточно равномерно. Ну, не очень хорошо, поэтому колеса давайте опустим. Ну и вот так вот выглядит машина. Давайте посмотрим на гидрофоб, который есть на кузове. Он есть, но достаточно средненький. Капли стекают, но не так, чтобы улетали. На стеклах гидрофоб очень хорош. Вот, со стекла слетает. Но опять же говорю, что машина, кузов машины не чистился. То есть на нем на лед однозначно есть какое-то металлические вкрапления. И это в любом случае задерживает воду. Стекла почищены, на них меньше всего прилипает. А вот прошло уже около 4 часов. Машина час стояла на дороге. Никакой пыли к себе не притягивает. Вообще никакой пыли нет. Поэтому очень хороший состав. То есть пыль, которая в действительности на горизонтальной поверхности сама по себе падает. Она, конечно, может оставаться. Но сам состав на себя пыль не тянет. То есть такого, что он был бы пылесборником, нет. Вот еще один кадр. Давайте подводить итоги. Прошло двое суток. Вот так машина выглядит. Мне кажется, прекрасный результат. Опять же говорю, давайте резюмировать. По пыли не тянет. Хороший блеск. Средний гидрофоб. Думаю, неплохая защита. На 2-3 мойки защиты хватит. В зимний период для нанесения, для консервации, думаю, очень неплохо. Но я бы советовал, и производитель рекомендует, обезжиривать кузов. Может быть, если его почистить и обезжирить, то состав лег бы еще лучше. И защитные свойства лучше. Гидрофоб был бы лучше. Вот такой результат. Поэтому делитесь своим мнением в комментариях. Наносил я его поэлементно. То есть нанес на элемент. И сразу же желтой фиброй располировал. То есть наносим поэлементно.